Волгоградский завод «Баррикады» на этой неделе отмечает 100-летие со дня основания. Он был заложен 27 июня 1914 года еще в Царской России. В эти дни на предприятии проходят торжества, посвященные вековому юбилею. Одну из них посетил глава региона Андрей Бочаров. За рабочими завода «Баррикады» все еще наблюдает Ленин и пока не выцвели советские лозунги. Но история предприятия началась еще при Николае II. После окончания Российско-Японской войны государству понадобилось производство крупнокалиберной морской и береговой артиллерии. Его торжественно заложили 27 июня 1914 года. К 100-летию здесь открыли новый музей. Он рассказывает о жизни завода до революции, во время Великой Отечественной войны и, конечно, в последние годы. В шести залах размещены пока не все экспонаты. Напоминания об эпохах накопилось немало. Сегодня «Баррикады» выпускает ракетные артиллерийские комплексы. Знаменитые тополи и искандеры, кстати, собирают здесь. В этом цеху, например, обрабатывают конструкции для военной техники. К вековому юбилею завод продолжает техническое перевооружение. Виток развития новый. Но опять вот он на лицо. Вы, может, все не увидели. Большая реконструкция в цехе проведена. Кроме того, что установлено новое металлообрабатывающее оборудование, и окна поменены, и крыши, и раздевалки, и все кабинеты отремонтированы. За годы работы ни разу не сорвали ни график, ни планы, говорят рабочие в «Баррикад». Некоторые из них трудятся здесь долгие годы. Например, водитель-испытатель Олег Карпов отдал предприятию больше 30 лет. Вот только заявлять о своих интересах на уровне региона простым рабочим сложно. Поделился он с главой Волгоградской области. Хочется, чтобы именно с низов, чтобы рабочие, они знают, как говорится, все сложности низов. И хотелось бы, чтобы участвовать в каких-то выборах, как-то организоваться, чтобы можно было как-то выдвинуться, можно было как-то с людьми пообщаться. Потому что на уровне низов этого практически очень сложно сделать. Ваш вопрос абсолютно справедлив. Я тоже считаю, что рабочий класс должен быть представлен в том числе в областной доме. Мы абсолютно правы. Как именно рабочим обзавестись представителем на уровне города или области, Андрей Бочаров обещал подумать. И после знакомства с баррикадами признался – впечатлен весьма. Предприятие мощное и важное, но даже ему есть куда расти. Скажу, что с серьезным потенциалом, еще дополнительно к тому, что уже сегодняшний день есть, есть возможности и огромные возможности по выпуску продукции народного потребления, который еще на сегодняшний день в полном объеме не освоен. Такой потенциал и есть. И все же главный потенциал завода – его сотрудники говорили на церемонии награждения. Заводчанам вручили медали за заслуги перед Волгоградской областью и благодарственные письма правительства региона. Эти награды они принимали сдержанно и с профессиональной скромностью. Ведь эти люди привыкли хранить секреты и мало говорить о работе. Работа как работа. Наша задача – внедрять проекты инвестиционные на наше предприятие. В чем это заключается? Мы готовим материалы, получаем деньги от государства и проводим реконструкцию предприятия. О том, как именно будет развиваться завод баррикады, 25 июня глава региона обсудит в Москве с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Они планируют говорить не только об увеличении оборонного заказа, но и о возможностях баррикад в вопросах замещения импортных товаров. Анжелика Антипин, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.